Добрый день, дорогие телезрители! 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 делать постановки разные. Я очень любил, я когда работал в хоре Пятницкого, я очень любил, когда была свободная минутка подглядывать, извинись за это слово, смотреть, как репетируют Моисеевцы. Потому что я в хоре Пятницкого находился в зале Черековского на 6-м, находится на 6-м этаже, Моисеевцы на 4-м. И когда была свободная минутка, я все время спускался и в щелочку смотрел, как Игорь Александрович, Царство Небесное, репетировал со своими воспитанниками. Это вот еще одно, так сказать, момент обучения, так скажем. Ну, о искусстве, можно говорить, очень долго. А когда поняли, что надо от танцоров переходить уже, собственно говоря, к хореографам, когда этот момент наступил? Он не наступил. Наступил этот момент, не наступил. Все дело в том, что у меня травма спины, я до пенсии не смог дотанцевать. И мне пришлось уйти с пенсионной сцены, потому что на ней если или быть очень хорошо, или не быть никак. Ну и приехав домой, из Москвы в Рязань, хотя мне говорили, да, оставайся, где-то что-то поедешь. Я говорю, нет, я поеду домой, потому что я люблю Аку, я люблю нашу землю. Приехал домой, здесь семья не без добрых людей, здесь люди такие, как Надежда Николаевна Ареутова, ее муж Анатолий, вот, они меня пригласили к себе работать, ну и с ее подачи, в общем-то, и понеслось вот это все творчество. В силу того, что она пригласила меня работать с мальчиками, а мне, меня как-то сразу потянуло на то, чтобы я какие-то ставил номера. В общем, Надежда Николаевна была не против, вот отсюда началось. Ну хотя я еще когда работал на персональной сцене в разных городах, как бы приходят всегда педагоги с разных коллективов и в персонале коллектива и просят помочь в работе в своих самодеятельных коллективах. Я тогда еще практиковал, в общем-то, находящийся артистом балет. И, в общем, отсюда все и началось. От Надежды Николаевны Ревутовой, а потом уже, когда меня пригласили в Центр детского творчества по-рогски, это прорушность Лана Ивановна Лисица, Шепелевича, Алла Николаевна. Вот. И здесь уже, в общем, основался уже коллектив на базе на детях Алла Николаевна Шепелевича. Потом он сначала был «Прекрасное мгновение», и потом он перешел как «Лель». Мы назвали его «Лель», потому что «Прекрасное мгновение» это «Прекрасное мгновение», а «Лель» это совсем любое. Это уже наш коллектив. Ну вот, раз вы перешли плавно к коллективу ансамблю «Лели», хотелось бы, прежде всего, узнать название. Немножко, ну, не странновато это, я понимаю, что это какой-то персонаж нашей сказки. Почему именно такое название? А вот мы именно от него оттолкнулись от нашей русской сказки, потому что «Лель» это сын весны, это певец любви. Вот. А музыка это любовь. Музыка это все. Музыка это Бог. Вот. И по идее мы, я всегда говорю, что мы с вами не танцуем, а мы с вами поем музыку движением. И вот перешли к этому названию, потому что оно поэтичное, оно имеет очень глубокий смысл. Ну и вообще очень красиво звучит, согласитесь, «Лель», ансамбль народного танца «Лель». Это очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин» Вот что касается жанров и постановок, то есть уже в ансамбле. Я так понимаю, надо ведь знать другие культуры, вы ведь ставите не только русские народные танцы, но там даже украинские, белорусские вроде близкие нам, но все равно уже немножко там, ну есть некоторые отличия, а даже если более дальние культуры, там из Средней Азии, там какие-то. То есть где вы берете эти знания, как вам удается? В ансамбле несколько программ, у нас есть несколько программ, у нас есть балет, «Дорога на Голгоф», у нас есть незаконченный балет, агентинские картинки, у нас есть «Рязанские хороводы», программа, у нас есть программа «Танцы народов мира». Материал, вы знаете, сейчас легче. Раньше библиотека Горького или просто книги, у нас есть дома книги, и от отца остались, и библиотека определенная. Но дело не в этом. Есть книги, есть телевидение, есть в конце концов наблюдение. И так как я сказал, что я много прошел коллективов и танцевал в разных жанрах, разные танцы и так далее, это, я говорю, мне легко. А книги дают знания, интеллект, и очень легко, когда ты, предположим, ставишь испанское фламенго и начинаешь читать, что это такое, откуда это пошло, как это все, и становится очень легко, потому что начинает думать голова, она начинает фантазировать, еще плюс ты увидел какой-то рисунок, какой-то, и уже достаточно ухватиться за самые маленькие установки руки и уже отсюда можно пойти и уже вывести целую симфонию, так скажем. Понимаете, здесь надо обязательно, я так думаю, если этот молодым хриографом поможет, всегда очень основательно готовиться к постановкам, потому что постановка это, во-первых, воспитание артиста, это, во-первых, артист будет знать, что это за страна, предположим, если это Испания, как она, когда она образовалась, какие у нее нравы, какая манера, какая история, какая культура, это во-первых, во-вторых, это музыка, хотя вначале музыка, потом все остальное, вот, музыка, которая подчеркивает всякие нюансы, тоже манеры и так далее. Очень важно к постановке подходить, потому что мы рассказываем зрителю о чем-то или о любви, или о зле, или лучше о нем не рассказывать, лучше рассказывать о любви, о доброте, о каких-то таких поступках, подвига определенных людей, и чтобы эти постановки несли культуру массу, чтобы они могли людям делать добро, и люди становились лучше, я так считаю. Вот как раз хотел немножко философский такой вопрос по танцам спросить. Вот я как понимаю, что Игорь Мессеев создал, по сути дела, народно-сценическое искусство, то есть это и не народный танец, есть, конечно же, элементы, но вот я хочу вот такой момент отметить. Допустим, в XIX веке, ну, если так представим, русскую деревню нашу, XIX век, там какие-то вот пляски, хороводы, там солиста нет, там, то есть все люди выходят, в принципе, каждый участник, в общем-то, может быть, надо сказать, что он солист, а вот у Игоря Моисеева, там с Игорем Моисеевым, обязательно есть солист, так ли это, или я неправильно понимаю? Ну, здесь что-то немножко, ну, во-первых, танец, постановка танца, она имеет свой определенный закон, но Игорь Александрович, он, так как он вышел из балета, ну, если грубо так сказать, он балетный постановщик, балетный балетместер, и он ставит по балету, ведь, как же, как без солиста, если вышел, ну, предположим, есть разные формы, там, хоровод, да, хоровод, водят хороводы, да, и даже в хороводе можно вывести определенный па, который будет подчеркивать тот или другой момент, вот, а солисты, они, что такое, что значит, солисты, солисты, это вот, предположим, если мы берем с вами пляску, да, и вышли люди, и они начали друг перед другом показывать, кто из них залихвачее, кто из них удалее, кто из них красивее, да, и они начинают показывать это в движениях, вот, вот, пожалуйста, вам солист, солисты, это необходимо, это определенная структура, композиция, постановка танца, и здесь, это, это необходимая часть, в общем-то, почти что каждого танца, если, там, скажем, Игорь Александрович, возьмем Гавычу, да, там, выходят три, и они, все три солисты, они показывают, аргентинские пастухи, как они относятся к своему стаду, так выражаясь, да, и как они его пасут, на каких вариантах, и каждый из них покажет свои уды и свое мастерство. Вот, как раз я и хотел спросить, то есть, насколько необходим солист в народных танцах, то есть, вы говорите, что, в принципе, он, как бы, без него, что называется, не может, но у меня тогда такой вот вопрос, он и в классических, и в народных, и в современных, и в каких только, он необходим везде. И в продолжение этого вот разговора, вот хотелось бы спросить, немножко абстрагируемся вот от ансамбля, в принципе, вот спросить, хотел, хотел узнать, солист, допустим, в песне, вот песенный солист, и солист в танцах, да, почему у человека, который на сцене поет, в общем-то, с микрофоном, там, ну, не обязательно в поп-исполнении, ну, в любом другом, его люди больше знают, чем солистов в танцах, в танцевальном искусстве. У нас прям буквально, вот если выйти людей на улице спросить, по пальцам могут пересчитать, даже в балете, который вот вроде бы раскручен, кто является солистом балета, то есть, и, допустим, звезд балета советской, допустим, школы, мало кто назовет. А вот солистов даже тех же, ну, ансамблей, песенных ансамблей, их люди знают. Ну, с чем вы связываете, что люди, которые вроде бы солисты, да, и здесь солисты, и в песнях солистов, и в танцах, я думаю, здесь очень простой ответ. Все дело в том, что песня льется везде. Песня льется из телевизора, она льется из радио, она льется в машине, а в танец его надо видеть. И здесь соотношение показа, совсем большая, совсем другая процентовка. Если танец видят столько людей, то песню слышит вот такая масса. И поэтому солисты песен, те, кто занимается песней и поет ее, они более известны, чем те солисты, которые, там, скажем, нашего балета мирового или наших великих коллективов, как ансамбль танца Моисеева или ансамбль танца Березки и так далее. Все дело в том, что вот, наверное, вот в этом плане. И с другой стороны, я же вам говорил, что ансамбль Лель недаром нас. Мы же поем движение, вот, и мы стремимся к тому, чтобы нас тоже больше знало. Знание так же, как знают, скажем, Людмилу Георгиевну Зыкину, да, нашу необыкновенную русскую певицу, вот, или как Муслиму Магомаю, который необыкновенный баретон, который сложно столько, да, и вот недавно умер в Ростовске, это же второй шаряк, можно сказать. Поэтому, наверное, так. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и возвращаясь к нашему разговору, к ансамблю Лель, вот что является визитной карточкой, какие танцы, какие номера, даже можно сказать, являются такими, ну, когда в любой город приезжаете, на любой фестиваль, на любой конкурс, и вам после исполнения залской, что называется, аплодирует. Ну, как бы, визитных карточек нету, здесь у нас очень обширная программа, там, ну, скажем, я за это 20 с лишним лет поставил, там, больше 60 номеров, которые, ну, каждый номер другого стоит, и его можно в любой программе поставить, на любом уровне, вот, но меняется поколение, в каждом поколении есть свое, свои определенные нюансы, да, скажем, там, береза была поставлена много лет назад, это был один момент, но она продолжает жить, вот, там, матросский танец, он образовался недавно, вот, но он тоже продолжает жить, но есть какие-то такие эксклюзивные моменты, вот сейчас, вот, Михайловская кружева, там, прески, лирические, у нас, пересеки, ну, так все не перечислишь, каждый номер, каждый номер о чем-то рассказывает, каждый номер что-то говорит, и визитная карточка, вот, кстати, я уже давно думаю, что, предположим, не предположим, а вот в ансаме «Танцы березки» есть концерт открывается «Танцы березки», вот, я, ну, как бы давно думаю, что концерты, ансамбль народного танца «Лель» должны открываться тоже какой-то визитной карточкой, как вы говорите, наверное, это перспектива на будущее, все вот никак у меня в голове не уляжется, «Лель», чтобы, хотелось бы, чтобы номер, который был визитной карточкой, да, скажем, для начала концерта, предразумевался бы массовым, да, «Алель» – это какая-то одна, единичная структура, и около него заводить хоровод, может быть, ну, это надо сделать настолько красиво и вкусно, чтобы это завораживало, как завораживает там та же береза или там механское кружево, вот, я буду думать в неударный момент для мыслей. КОНЕЦ Оригинальные рязанские идеи, то есть рязанские мотивы, с рязанскими авторами, наверное, сотрудничаете, может быть, композиторы даже рязанские, с поэтами, с каким сотрудничать, как, насколько это тяжело? Вы знаете, очень большую лепту в ансамбль наш внесли музыканты, потому что я очень люблю музыканты, потому что музыка первична. Вячеслав Наренко, Сергей Аникин, Домбрийска Юлия Брикова, вот это люди, которые, у нас ведь в начале, когда ансамбль организовался, в 90-е годы, в конце, у нас ведь был свой Оркестр Народных Инструментов, группа оркестровая, вот, и мы работали под живую музыку, было очень прекрасное время, тогда было время, когда были сделаны номера, там, косопузы, когда был сделан номер кадриль заковырки, который, как вы говорите, визитная карточка, да, потом пришел в ансамбль, там, Анатолий Шашков, тоже внес свою долю, пришел в ансамбль, огромный, это вот просто, это такой пласт, это Николай Николаевич Куликов, царственное место, это такой пласт, он написал нам столько, можно сказать, Есенинские просторы, это такое выдающееся произведение, на него сделан номер, этот момент тоже, как вы говорите, визитная карточка коллектива, вот, Николай Николаевич, это, конечно, композитор, художник, он внес очень большой, он дал тем поколениям, которые с ним работали, большое понимание музыки, народной музыки, культуру понимания музыки, это отец второй, необыкновенный человек, сотрудничаем мы, конечно, ну, вот, музыка Александра Ермакова, там валенки он организовал, в израцком хоре я поставил этот номер, лет 10 назад, наверное, уже было не помню, давно, вот, потом, работаем мы, вот мы последние время, последние пару лет, работаем с поэтессой Еленой Корнеевой, вот, она, конечно, не композитор, она поэтесса, но очень интересно с ней работать, потому что она пишет выдающиеся стихи, великолепные, вот, и мы, на эти стихи я ставлю определенные композиции, и вместе с ней мы это производим на зрителя, вот, очень, мне кажется, неплохо у нас получается, вот, такие у нас есть работы, работаем мы с коллективами, такие, как Узорычи работали, с таким коллективом, как вас, Володя Блохин, там, Надя Кольцова, Надежда Васильевна, работаем мы с казаками, Виктор Дорохов работали, делали такие совместные концерты, большие, ну, больше всего, мы, конечно, с Узорычем, как Надежда Васильевна, мы любим, она нас любит, мы с ней, как бы, сотрудничаем всегда, вот, вообще, мы открыты для всех, и мы в том году давали концерт весенней выкрутасы с луховистским коллективом «Осинка». Вообще, на перспективу, мы в этом году тоже секрет откроем, хотим сделать праздник весенней выкрутасы, хотим пригласить, ну, я лучше сейчас пока промолчу, пускай это будет секретом, пока что, потому что, чтобы не переходить дорогу, двух не получится, вот, хотим сделать большой праздник, а вообще из этого праздника мы хотим сделать хороший конкурс, конкурс хореографических коллективов, где будут показывать, показываться только народные танцы, и будут задаваться определенные задачи на этот конкурс, когда подправлено, в один год это будут кадрили, в другой год это будут танцы тех регионов, откуда коллективы приедут, в третий год это будут пляски, четвертые хороводы, чтобы выводить народный танец на очень высокий уровень, хотя этот уровень не так самый высокий, в общем-то выше, наверное, нету, что может быть выше народного? Скажите, балет. Балет, балет, это тоже народное наносит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в нашу область, международных, может быть, даже фестивалях. Мы очень часто ездим, потому что каждая поездка, она это ступень повышения мастерства. Мы стараемся очень часто выступать. Вот 17-й год мы были в Петербурге, мы были в Туапсе, мы были в Москве, и мы сейчас, нас вызывает Ленинград, там собираются лучшие коллективы страны, самодеятельные и профессиональные, на конкурс. Ну, как бы, нам сложновато пока еще будет в новогодние, наверное, ну, это все финансовый момент, как всегда. Ну, если получится, поедем. Еще у нас есть время, для этого они нас зовут, очень сильно. Там будет жюри сидеть, там именно народный танец, жюри будет сидеть Народная Артистская ССР и Украина, Мира Михайловна Кольцова. Мира Михайловна Кольцова нас знает, Мира Михайловна Кольцова оценила творчество нашего коллектива, там, скажем, танец Пересеки был назван лучшим на конкурсе по всей России вводят хороводы в свое время. В общем, ездим мы много, это очень важно, это важно для детей, потому что они встречают для артистов, они встречают новых людей, они видят новую культуру, они заводят знакомства и общаются потом. Они видят свой уровень и уровень других артистов. Это всегда стремление вперед, это всегда повышение. Ведь в ансамбле у нас свой девиз, девиз звучит так, любить, мечтать, стремиться, добиваться, верить. В каждом слове есть огромная значимость, если вдуматься каждое слово, любить – это Бог, стремиться – это идти вперед, мечтать – это значит никогда не стоять на месте, а думать о том, что ждет тебя впереди. Добиваться – это значит повышать свой уровень, а верить, как без веры жить. – Как раз мы перешли к такой философской теме, может быть, она проблемная. Молодежь, насколько она активно идет в ансамбле, насколько она активна, вот ваше мнение, хотелось бы узнать, любит, что называется, народное, народные танцы, народную музыку, народные обычаи, народные традиции. Мало кто знает, и мало кто интересуется, вот в чем самое главное. Вам как видится эта ситуация? – Ну, идут дети, дети идут, и все, знаете как, все очень сложно, сейчас все связано, ну, во-первых, это семья, во-вторых, это уже дальше пойдем все социальные структуры, да, там, детский сад, школа, и дополнительное образование, и потом уже культура, ну, все. Вы понимаете, что ведь все, если вот эти все структуры одновременно работают, значит, это хорошо, а если какая-то структура не работает, то это провал уже, значит, вот. Дело в том, что, как мы взрослые поставим свою работу, так и дети будут, или артисты будут к этому относиться, вот, это очень важно. А народные, кто не чтит своих традиций, нет будущего, кто забыл своего педагога, нет будущего, кто забыл, вера в Бога, нет будущего. А все это в сочетании, это все народное, сейчас, конечно, я понял смысл вашего вопроса. Упадок, что называется, упадок народной, по сути, культуры. Вот, я понял, что, но я бы так не сказал, что упадок народной культуры, просто сегодняшнее веяние больше предлагает, как бы, современные мотивы, так скажем, да, но и современных мотивов, ведь, как таково, предположим, мне сложно, я их не вижу, современных мотивов, ну, скажем, не везде, конечно, они есть, и есть очень высокий уровень, но все дело в том, что не надо забывать, что танцовщик начинается от палки, а когда ребенку показывают просто какие-то движения, не ставим спину, руки, ножки и так далее, головку, то какие могут быть современные, и все остальное, вот, но это уже момент, как бы, педагогической деятельности, а народный танец, он не умрет, потому что это не мода, а это традиции, слова, великие слова, так как, Сема Устинова, они никогда не забудутся, народный танец, это не мода, это традиция, это никогда не умрет, потому что мы все равно, мы русские люди, мы никогда не отдадим своего, как сказали Саннецки, да, кто к нам мечом придет, тот от меча и погибнет, вот, это с одной стороны, а с другой стороны, народный танец жил, он будет жить, и, ну, пока я сижу, значит, народный танец будет жить, но таких, как я, очень много в стране, так что, не надо думать, что он умирается, мы не дадим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и поехали туда, вот, спасибо нашей администрации города Рязани, нам помогли они все это организовать, вот, ну, мы выиграли, стали финалистами конкурса, там был высокий жюри, был Мацуев, был Башмет, Юрий Башмет, это выдающиеся люди нашей страны, просто так мы туда тоже бы не попали бы, вот, и было здорово, конечно, мы приехали на Олимпиаду, мы очень много видели Олимпийской деревни, Олимпийские игры, люди, это, болели мы, мы выступали на концерте, у нас сбоку большие экраны, там бежит Шипулин, мы за него болеем, бегут наши ребята на 50 километров на лыжах, мы за них болеем, и так далее, в последний день, вот, было очень здорово, и, как я всегда говорю, может быть, очень высокомерно, ему, ну, уж простит меня Бог, и доля победы в Олимпийских игр 2014 есть, может, маленькая, и ансамбль народного танца, и нашей рязанской земли, и наших ребят, наших альтистов, ну, это, конечно, особняком, да, особняком, потому что, так, если на эмоциях приехали, неделю ходили оглушенные, просто оттуда, не понял, с одного, с другой сложно, вот, а так было здорово, ну, если серьезно, то мы достойно представили нашу землю рязанскую, наш край, достойно провели эти гастроли, у нас есть благодарность Олимпийского комитета, вот, и в лице, как иностранного, и в лице, как русского Червоненко, да, вот, Червоненко, и, думаю, что было бы неплохо съездить еще на Олимпийский игр, впоследствии, вот, представить нашу, культуру нашей страны. Александр Иванович, коллективу 20 лет, уже даже больше, ну, третий десяток, по сути дела, пошел, ну, планы на будущее, на следующий год, ну, поскольку сейчас в декабре, сейчас уже декабрь. Я не могу сказать, что мы сейчас, как бы, немножко, ну, мы раньше находились при центре детского творчества Пророкске, вот, а теперь мы немножко, как бы, ну, не разошлись, так сказать, и не раздвоились, просто у нас теперь два дома. Один дом, это ДК Пророкский, в лице Александра Ивановича Шележенко, он нас приютил, так можем сказать. Великолепные условия, работаем, все здорово. Александр Иванович, человек творческий, там находится наш ансамбль народного танца Лель. А в центре детского творчества осталась у нас студия, осталась у нас старшая и средняя группа, ну, и, чтобы, как бы, нас не путали, попросили нас изменить название, мы немножко его изменили, схитрили и назвались теперь Пророкский Лель. Вот то, что у нас Пророкский Лель, это образование, это центр детского творчества Пророкский, это старшая и средняя и студия ансамбль народного танца Лель. А ансамбль народного танца Лель, это теперь ДК Пророкский база, вот. Вот. И планы на будущее... Ну, вот ребят набирает ребят. Да, планы на будущее, это очень большие. Ну, во-первых, мы хотим все-таки закончить и балет, просто нету пластилина, так извините, называю я. Атистов балета не хватает тех, которые могли бы исполнить это, агентинские картинки. Планы на будущее мы хотим сделать, докончить программу танцев народов мира. Вот сейчас на очереди стоят еврейский танец, вот, в двух ипостасиях. Ну, потом, когда сделаю, люди увидят, поймут, почему в двух ипостасиях. Вот. Сейчас делаются огусские закрутки, идут у нас в постановке. Планы большие. Планы большие. Хочется дальше петь о Айзанской земле, хочется дальше петь о том, что в жизни есть и любовь, что в жизни есть и надежда, что в жизни есть великолепное будущее, и, что в жизни есть процветание нашей страны, и мы, в конце концов, устойчиво станем первыми в мире по благосостоянию и по всем остальным моментам экономики, да. Вот. А мы, как артисты балета Айзанской земле, будем этому помогать своим творчеством. Вот. Планы большие. Сейчас вот открылось два филиала. Один филиал на улице Вишневый, дом 21, корпус 6, это изумрудный город. Туда просим приходить детей до школы с трех-четырехлетнего возраста, пожалуйста, приходите, там уже мы работаем. Уже ведут наши артисты там в группу. И в родники на улице Ветеринарный, дом 18, на Московском. Приходите, там тоже самое. Это наши филиалы. Мы хотим развить по городу Айзаня в разных районах, потому что к нам очень много звонят и у нас хотят заниматься, к нам едут с разных сторон города и неудобно. Вот. Мы хотим, у нас артисты учатся в институтах, на заводочных отделениях, на заводочных отделениях. Они вполне уже могут преподавать, потому что они имеют уже определенный багаж знаний. Вот. И мы хотим развить сеть, структурную сеть нашего ансамбля, чтобы были филиалы в разных районах нашего города. Вот. Мы хотим завлечь обязательно Дашки-Песочный, самый дальний район. Мы хотим завлечь Горощу, вот Октябрьский район и так далее. Вот. Потому что люди оттуда ездят, это как бы неудобно и далековато, а уже на местах можно было бы и потом как бы собирать вместе, делать уже большой-большой коллектив. Вот. Вот такие планы. Ну и, конечно, радовать наших рязанцев, нашим творчеством. Мы всегда, как бы в Рязани всегда у нас такие более сложные концерты получаются, потому что ответственности там чуть побольше. Хотя и в других городах, когда мы выступаем, ответственности тоже много, потому что мы там нещем честь. Ну, по-любому будем радовать наших земляков. Да, у нас родительница наша хорошая, Майя Акелина, помогла нам и открыли сайт народного ансамбля танца «Лель». Вот. Он еще не совсем, как бы, до конца сделан, но он уже есть. Заходите, пожалуйста, на интернете народныйтанец.ру. Вот. И или напишите в любом браузе ансамбля народного танца «Лель» и вам высветится уже на сайт. Заходите к нам в гости. Там будут все объявления, там будут новости, там будет про нас история, там будет про нас все, что вы хотите узнать. Вот. Там будут наши контактные телефоны и координаты. Мы вас ждем к нам, мы вас любим. Приходите к нам в гости и вообще приходите к нам заниматься. И маленькие, и взрослые, которые имеют уже определенную подготовку, будем работать. КОНЕЦ У меня родился вопрос. Вот вы говорите, с юного, по сути дела, возраста, с четырех лет, и спортивные тренеры, кстати, вот сейчас тоже начали брать детские секции буквально там чуть ли не с трех лет. С чем это вот связано? Почему в таком раннем возрасте вы приглашаете? Вообще я, конечно, против, против, потому что с одной стороны, ну я как бы своих атистов, которые идут работать, я их наставил немножко по-другому. Я говорю, не надо их учить танцам, надо их с ними играть, надо их развивать, надо их, чтобы они умели разговаривать, чтобы они умели мысли, чтобы они умели. И надо выявлять у них таланты. Если у них таланта нету к танцам, значит, надо посоверить традициям, чтобы отдали их то, куда вы увидите. Скажем, у них больше там момента к дематическому искусству или к какому-то другому, к музыкальному, или к искусству живописи и так далее. Потому что я говорю, не надо с ними. Вы через игру выявляете их таланты и потом уже те, которые пойдут по нашим профилям, отбираете, а те, которые по нашим родителям, говорите и предлагаете им, чтобы люди шли уже по своему таланту. Потому что вообще, почему состоит в раннем возрасте, потому что если сейчас ребенка не захватить и не дать ему определенное направление, то, значит, потом он уйдет в другое направление, скажем, современное. А мы изначально уже готовим базу, они подойдут, закончат детский сад, и потом придут уже к нам в студию, где я уже с ними буду работать чисто направленной хореографией. Уже с того возраста, когда это можно будет с 10 лет. Потому что 10 лет это только развитие, это когда укрепляется аппарат, скелет, мышечный аппарат, приводится в порядок мозги, так уже человек начинает думать. А до 10 лет надо играть, прыгать, играть и наслаждаться тем, что ты маленький. Дорогие друзья, на сегодня все. У нас в гостях был Александр Иванович Тимохин, художественный руководитель ансамбля «Лель». До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok